Партия Встретились два японских мастера В отборчен турнир за титул Кисей Легендарный Атаки Хидео Девятый профессиональный дан И молодой профессионал Ему 26 лет Таджиро Юто Четвертый профессиональный дан В этой партии Таджиро Игравший белыми Сыграл на Мойо Сыграл в космическом стиле Партия, которая напомнила мне игры Такими Масаки Атаки Хидео Ему уже около 70 Давно позади его пик формы Но в атаке все еще играет В турнирах профессиональных Где-то в районе 50-55% у него побед И играет все так же В своем любимом стиле Надежное территориальное Го Сам он обычно на Мойо не играет И думаю, что здесь был Атаки приятно удивлен Такой стратегии его соперника Итак Атаки Хидео черными И Таджиро Юто Белыми С первых же ходов Белые решили сыграть нестандартно Вообще сам я играю белыми Очень люблю Сразу же играть какари Я у себя в партиях чаще выбираю Такой ход Ну и ход в партии Это очень хорошее решение Для тех, кто не любит играть Классические фусейки К примеру, если вам не нравится Такая популярная нынче схема То вы всегда можете ее предотвратить Сыграв какари Первым же ходом И дальше можно выбирать Слую стратегию В зависимости от того Как же черные здесь будут реагировать К примеру, если черные сыграют сюда Белые могут В таком виде пока камень оставить И в дальнейшем Думать над блокированием в А Либо над удлинением в Б Ну и в случае чего Всегда можно этот камень просто пожертвовать В партии Черные сыграли в Тенуке Дальше здесь классическое Стандартное продолжение Чаще всего белые играют Именно в Сан Сан Была у меня партия В Щенате России В последнем Где Андрей Кулько В этой форме Сыграл Сыграл Кейму Сверху Но мне кажется Это ход хуже Белые хоть и строят Здесь какое-то влияние Но отдают черным Очень много территории внутри Дальше черные К примеру Пойти на такой вариант Забрать все очки И здесь Непонятно Сможет Смогут ли белые Использовать свою стенку Особенно на фоне того Что у черных стоят камни В отмеченных углах Поэтому прилипание в Сан Сан Территориальный здесь ход Пока не похоже Что белые собираются Играть на влияние Дальше Черные сыграли еще одно Тенуке Быстрое развитие Вообще Атаке Хидео Он любит играть Развиваться быстро Если бы черные Сыграли бы локально Это могло бы привести К сложным Джосеки А Атаке Хидео Как известно Не любит играть Длинные сложные варианты Ариет Когда у него в парте Можно встретить 40-50 ходовые варианты К примеру На Даре Джосеки Старается он По возможности упрощать Такие варианты Не применяя их Что могло бы Получиться здесь Дальше за черных Можно просто Угол забрать Но тогда белые Строят с Сентом Мощную стенку Этот вариант Явно в пользу белых Редкая Джосеки За черных Не рекомендуется Его применять Поэтому здесь чаще всего Черные играют Спуск вниз Белые блокируют И дальше Черные могут Либо забрать этот угол Блокируя Можно белых съесть Тогда белые построят Стенку Либо же черные Могут прорваться В центр И возникает Такая форма Довольно современная Джосеки Было оно изобретено Лет наверное 15-20 тому назад В Корее А в партии Еще одно Тенуки И возникла форма Которую мы можем Видеть Когда у белых Стоит камень Хаси Дальше белые Играют от него Шимари И черные Играют стандартное Вторжение Черные А Белые блокируют В Б Так что даже Несмотря на то Что черные Здесь несколько раз Ход пропустили Позиция у черных Здесь вполне нормальная Проблем никаких нет Дальше у белых выбор Либо белые Удерживают угол Либо белые Играют на влияние Если бы это была Моя партия Я бы конечно Выбрал бы здесь очки Мне кажется Что в диагональном Фусеке Неблагодарно это дело И строить Мою Задача очень Здесь непростая Был бы у белых Камень наверху В левом верхнем углу Это другой разговор А сейчас я думаю Здесь за белых Самое правильное Взять очки На этот ход Можно конечно Пожадничать Сыграть в А Но остаются Очень плохие акции Поэтому в этой форме Рекомендуется Просто аккуратненько Зачтиться в Б И дальше черные Сыграли бы Распространение Было бы такая Мирная Фусеки Без какой-либо Борьбы А в партии Таджиро Сыграет в его стиле В стиле Такемии Дальше Черные берут очки Это у нас Стандартная Джасеки И у белых Здесь два продолжения Можно удлиняться Можно играть Двойное хане Давайте посмотрим В чем здесь разница Если белые Играют двойное хане Казалось бы Форма здесь Более правильная Почему бы не сыграть Двойное хане Когда есть такая возможность Естественно Черные Камень съедать не будут Так Черные Несут слишком большие Потери в углу Черные Придется в углу Выживать Но в чем же Здесь минус В этой форме У белых Кажется все крепко Но черные Получают возможность В дальнейшем Сыграть два хода В виде шича прерывателя К примеру Если черные Получат здесь два хода За черных Будет очень Очень быстрое Развитие В партии Поэтому белые Предпочли Получить Менее крепкую Стенку Но не отдавать Черным шича прерыватель Дальше Черные живут В принципе Она уже живая Ничего с ней не будет Но если бросить Группу в таком виде То последует Двойное хане Белых Со стороны угла И придется Выживать здесь Буквально С двумя очками Территории Поэтому Черные здесь Ход добавили Атаки Хидео здесь В его любимом Территориальном стиле Форму завершил Можно было попытаться Сента Перехватить Есть здесь И такое Джосеки Казалось бы Минус за черных Камень теряется Белые укрепляются Но зато У черных Здесь Сента Можно в таком виде Позицию здесь бросить В партии Черные Заиграли И мне кажется Что черные Вполне могут быть Довольны таким результатом Угол немаленький Плюс мы видим Два открытых низа Здесь и здесь Ну и видно Что В директоральном Фусеке За белых Очень непросто Эту стенку использовать Так что Если бы это была Моя партия Я бы здесь Играл бы Однозначно За черных Нравится мне Черные Фусеки В какари Играть хочется Хоть там и Открытый низ Ход нарушает Пословицу Не строить территорию С открытым низом Ну а что делать с белым Другого это не дано Дальше Черные Опять сыграли На территорию Ход здесь правильный Какой-то хазане Было бы за черных Очень рискованным Способом игры Можно было бы Здесь нарваться На большие проблемы Возникла бы борьба Рядом с белой стенкой Поэтому просто Аккуратненькое прилипание И здесь Если белые Хотят позицию обострить Если не хотят Играть мирно Можно пойти На такой Супер активный вариант Его применяют Когда у белых Все вокруг Очень крепко Это у нас Не Джосеки Это вариант Для особых случаев Но сейчас Может быть Это было бы Неплохо За белых Можно было Здесь организовать Очень сложную борьбу Рядом со стенкой Сверху А в партии Такое удлинение Ход который Любил в свое время Применять Госэгент Идея здесь такая Что если черные Защищаются То белые Могут не блокировать В А сразу А пока В таком виде Позицию оставить И иметь выбор Между ходом А И ходом Б Потом может быть Б окажется Более полезным А ход А Это все таки Нарушение пословицы Не забирать территорию С открытым внизу В партии черные Удлинились здесь В виде альтернативы Можно было еще Завестить угол И тогда белые Были бы играли Здесь на влиянии Тоже стандартные Джосеки Но белых Я думаю Так бы неплохо Стенки смотрелись В сочетании Верхние и нижние Поэтому черные Сыграли здесь Это у нас Надары Джосеки Но Атаки Хидео Здесь Не пошел На самые сложные Варианты Не просто потому Что он не любит Играть Надары А из таких Соображений Что если здесь Развернется борьба То белых Сыграет Верхняя стенка Поэтому Атаки Здесь сыграл Любимый ход Альфа Го Это спуск вниз А если бы черные Пошли на Надары Все бы здесь Резко обострилось Возникла бы Сложная борьба Думаю Что за черных Здесь очень Грамотный способ Играть Черные Забрали очки И дальше Что делает Альфа Го В своих партиях Еще раз Удлиняется И позицию В таком виде Бросает Могли бы черные Здесь рассмотреть К примеру Какое-то распространение По верхней стороне К 16 будет Слишком близко К плотности Может быть На пункт левее Или даже На два пункта левее Но ход нам важный Черные От своего шимари Распространяются К белой плотности А снизу Если черные Планируют борьбу Продолжать То кроме Хода в партии Есть более интересное Решение у черных Черные могут сыграть Такой ход И если белые Примут вызов Тут еще От лесенки Зависит Но даже если лесенка В пользу Белых Черные могут Сыграть так Распространиться И казалось бы У белых Здесь очень мощная Стенка Но непонятно Что с ней делать Плюс эта блокировка Не является Сентаходом Против угла Да В углу остаются Слабости Есть красивые Тесудзи В точку А Но группа Ц полностью не умрет Черные здесь Выживут Так что для меня Здесь немножко Удивил Ход атаки Мне кажется Немножко жадно Здесь за черных Сыграно Во второй линии Плестись Без необходимости Когда можно было Сыграть Прилипание У три Белые И дальше Белые Я думал Что ответят Видимо Атаки Собирался Перехватывать Дальше Сента Играть Где-то На верхней стороне Играть Какое-то Распространение В партии Белые Сыграли Тенуки Думаю Что здесь Грамотный ход Белые Не хотят Идти на поводу Соперника И думаю Что точка Выбрана Неплохо Не слишком Близко Не слишком Далеко От своей стенки Конечно Остались Там вторжения Наверху Играя А черные Там скорее всего Выживут Но что делать Белым Если бы они Сыграли Слишком близко Если бы Сыграли К примеру Так Можно Эту территорию Держать Но там Остался Открытый низ Очков Очень мало Наверху И дальше Черные Сыграли Здесь Максимально Надежно Придаст Что атаки Играя С соперником Который Все таки Слабее Его Менее Известный Соперник Четвертый Дан Ничем Непримечательный Решил Сыграть Максимально Надежно Думаю Что соперник Сам Развалится Забрал Уже Третий Угол Имеет Супер Крепкую Позицию И дальше Черные Потихонечку Подготавливают Вторжение Не торопятся Не играют Слишком рано Для начала Укрепляют Свою собственную Позицию И дальше Ход За который Таджиро Юда Похвалил Такемия Масаки Прямо Типичный Для Такемии И дальше Может быть За черных Уже Пора Как-то В это Мое Вторгаться Если бы Это была Моя Партия Я бы Конечно Здесь Выбирал Между Какой-то Игрой Слева И Ходом На верхней Стороне Например Накрыванием Через два Сложно сказать Что здесь лучше Но Атаки Хидео Решил Что Выжать Он там Всегда Успеет Решил Сначала Стоит Доиграть Здесь Фусеки Поэтому Было Сыграно Здесь Единственное Что Могли бы Черные Подумать Наверное Над Высоким Какари Обычный Отход Не Применяется Но В чем Его Смысл Если Черные Смогут Этот Вариант Разыграть Белым Будет Еще Сложнее Строить Мое В центре Так что Сейчас Думаю Что Неплохой Был бы Выбор За черных А Ход Стандартный Дальше Белые Могут И в партии Мы чуть позже Это увидим Дальше Белые Могут Этот камень Накрыть Сверху Закрывая Мое Так и Здесь Ход За белых Напрашивается Ход Грамотный А черные В ответ Сыграли Распространение Через Один Пункт Казалось бы Очень медленно За черных Казалось бы Черные Могли бы Сыграть Что-то Активное Снизу Например Двойное Какари Или Если бы Черные Поставили Задачу Уничтожение Белого Мойо Можно было Просто побежать В центр Но Атаки Атаки На самом деле Очень любит Подобные Ходы Я вспоминаю Одну из его Любимых Фусеки Я даже покажу Атаки Раньше Регулярно Применял Эту схему За черных И Разыгрывая Это Фусеки Здесь Стается Ход Который Казалось бы Очень маленький За черных Это у нас Распространение В точку А А Атаки Даже в самом Начале Партии Играл Этот ход Ход Который Укрепляет Шимари Который Подготавливает Вторжение Форма Похожа С тем Что в партии Возникла Могли бы Черные Сыграть Что-то Более Активное Могли бы Сразу Сыграть Вторжение Внутрь Но Атаки Решил Что нужно Вторжение Подготовить Защищая Свой Собственный Шимари Как мы знаем Здесь Очень много Разных Слабости Осталось А ход Черных В партии Он все-таки Форму Укрепляет Вторгаться Здесь Теперь Не так Просто И дальше Было бы За белых Пассивно Звещаться Наверху Тем более Там Вспоминаем У нас Открытый Низ Не держите С открытым Низом Поэтому Здесь Ход Который Мне нравится За белых Это идея Раз уж Белые Начали Играть На Мойо Надо Продолжать В этом же Ключе Строить Свою То что мы видим В современных Партиях Очень редко Такие партии Встречаются Кроме Такими И еще Нескольких Мастеров Никто В таком Стиле Не играет Тем более За белых То есть Уже Четыре Угла Отдано И дальше Локально Черные Обычно Отвечают Ходом А или В Есть У нас Такой Немножко Смешной Джасеки Две Кеймы Черных Несколько Здесь Похожих Форм Со стороны Белых И Неплохо За белых Это смотрится С их верхними Камнями Какое-то Соединение Получается Мое Захлопнулось И дальше Вопрос Выживут ли Черные Внутри Если Черные Хотят Сыграть Еще Более Территориально Есть Ход Сан Сан И дальше Белые Уже Думают С какой Сторон Блокировать Есть У нас Джасеки В А Есть У нас Джасеки В Б И Если Мы Посмотрим Один Из Вариантов Может Возникнуть Такая Позиция Которая Очень Похожа На ту Что Чуть Позже Возникнет В партии В партии Черные Сыграли Кеймой Белые Кеймой Накрыли Здесь Критическая Точка На любую Защиту Сверху Черные Сами Сыграли Здесь Кейма И дальше Черные Могли бы Думать Над вторжением Сан-Сан Над Кеймой Над Защитой Слева Атаке Решил Что Пора Вторгаться Было Сыграно Такое Вторжение Не знаю Насколько Правильно Выбран Момент Но Обычно Белые Как на него Реагируют Есть У белых Ход А Ход Б Можно Просто Гониться Вниз Но Белые Должны Идти В атаку И Здесь Ну Насколько Большие Были Шанс Черных Убить Черные Как-то Побежали В центр Например Таким Ходом Если На эту Группу Наброситься Можно Нарваться На Какую-то Контур Игру У белых У самих Здесь Не очень Крепкая Форма Так же Задача Убийства Этой Группы Блок Очень Непростая И Белые Решили Предварительно Построить Какую-то Плотность Перед Атакой Ожидалось Что Черные Как-то Ответят Белые Может быть Сыграют Сюда Если Черные Защищаются Белые Защищаются Черные Защищаются То теперь Белые Уже Немножко Укрепившись Наружи Могут Перейти К Атаке На Черный Камень Ну и Здесь Задача Белых Во что бы то Не стало Его убить Потому что По очкам У белых Уже Не очень Приятная Позиция Четыре Угла Потеряно Нужны Какие-то Активные Действия Будут Со стороны Белых А в партии Черные Просто Сыграли Тенуки Интересное Здесь Решение Обычно Любое Прилипание У нас Сента Если бы Это была Моя Партия Я бы Все-таки Реагировал Слева Очень Странно Видеть Эту Форму Незавершенную В таком Виде И дальше После Вторжения В Сан Сан Что же Это Такое Это То Стандартное Четы Которые Мы Смотрели После Чего Белые Распространились В А Немножко Близко К своей Плотности А дальше Сиграем Распространение Дальше Черные Сделали Такой Обмен Явно Преждевременный А потом Белые Этот камень Накрыли Сверху Так что При помощи Тевари Можно Сделать Вывод Что Черные Здесь Потеряли Какие-то Очки Из-за Этого Обмена Из-за Хода Д8 Но Зато Черные Получили Еще Один Ход Так что Можно Скажем Что Все Здесь Довольны Ходы Черные Сыграли Очень Срочно И Очень Важно И Наверху И Дальше После Черные Верхнюю Группу Укрепили Уже Не Стоит Здесь Вопрос Смогут Ли Белые Убить У Белых У Самих Там Есть Большие Проблемы Связаны С В целом У Черных Все В полном Порядке В этой Позиции Четыре Больших Крепких Угла Там Были Слабости В верхнем Шимаре Но Сыграв Кэгентоби Черные Его Укрепили Так что Все Очень Крепко Группа Группа Наверху У Черных Вышла Из-под Атаки Мне кажется Черные Здесь Лидируют После этого Думаю Что за Белых Имело Смысл Все В ответ На Вторжение Как-то Думать Над Атакой Напрямую Не Разрешать Черным Усилить Свой Камень Дальше Белые Укрепились И За Черных Можно Просто Побежать В центр А Атаки Решила Распространиться Думаю Что Ошибка Со Выживает Конечно Группа Без проблем Но Если Черные Выжили В центре Думаю Что Шансов У Белых В этой Партии Было Особо Много Стенка Справа Не Работает Стенка Снизу Не Работает То есть У Белых Есть Только Такой Приличный Кусок Территории Слева Очков Там Сколько Ну Допустим 15 Да И Все А у Черных Четыре Угла Удивили Конечно Черные Меня Своим Следующим Ходом Напрашивался Здесь Игентоби Ну И Дальше У Белых Еще Группа Наверху Не Очень Крепка Может Придется Делать Такой Обмен И Тогда Мое В центре Оно Уже Полностью Пропадает Не Знаю Почему Атаки Выбрал Именно Такой Ход Ход Который Сыгран Очень Близко К Белой Плотности И Дальше Напрашивалось Какое-то Накрывание Сверху Ход А За Белых Ход В партии Мне кажется Менее Ценный Из-за того Что Здесь С одной Стороны Низ Открыт Нельзя Сказать Что Белый Справа Получит Большую Территорию И Дальше Получив Сент Черные Сыграли Сделали Обмен Может Немножко Преждевременно Все-таки Группа Наверху Черные Не совсем Стабильная А угол Правый Верх Не полностью Живой Так что Пока Можно было Не торопиться Если вдруг Черная Группа Наверху Она попадет Под жесткую Атаку То Черным Может Понадобиться Ход С другой Стороны Например Такой Или даже Такое Вторжение Может понадобиться Так что Я бы не стал С этим Торопиться Тем более Это не Обоюдная Сента За белых Эта блокировка Была бы Гота И дальше Я был уверен Что черные Дальше Будут Как-то Разбираться С белым Центром Напрашивался Прыжок В точку А Или даже Что-то Более Активное Ход Б Можно Рассмотреть Но Эта форма Может В некоторых Случах Отпиливаться Если Белая Трешечка Слева Укрепится То Белые Могут Попытаться Камень В Отрезать А в Партии Атаке Сыграл Еще один Супер Надежный Ход Ход Конечно Очень Большой Именно Через Бум А не Через Два Так что Предвратить Разного Рода Здесь Вторжение Максимально Угол Укрепился Но мне Все-таки Кажется Важнее Было За черных За Испикс Все-таки Слабую Группу Наверху Если бы Это была Моя Партия Я бы Все-таки Играл Здесь Прыжок И дальше Что делать Белым Территорию Белых По-прежнему Не хватает Но У белых Есть Сента И Белые Могут Попытаться Убить Черную Группу Нереально Но Белые Могут Попытаться На Атаке Закрыть Свою Мою Что В партии Произошло Сначала Такой Подготовительный Ход Дальше Грозит Прилипание Белые Сделали Этот Обмен Для того Чтобы Дальше Иметь Возможность Активно Играть В А Не Опасаясь За Разрезание Потому что Если Сделать Это Сразу Давайте Проверим Если Белые Сразу Накроют Можно Здесь Нарваться На Немножко Вульгарно Я режу Но Какая-то Контр Игра Могла Бы Здесь Возникнуть Может Не В таком Ключе А Как-то По-другому Это Борезалось Но В любом Случа У белых Здесь Очень Много Слабости Остается Поэтому Сначала Форма Укрепилась Потом Критическая Точка Как только Белые Сыграли Этот прыжок Сразу Возникает Чувство Что Черные Зря Сами Упустили Эту Точку Уж Очень Ход Хорош Белая Группа Укрепляется Черная Группа Атакуется Моя Строится То есть У белых Страл Начинают Работать Стенки Дальше Прорваться В центр Черные Не могут Черные Могут Лишь Стабилизировать Свою Группу Что И Произошло Но Территория Которая Возникла Вот Эта Территория Возникла На ровном Месте При ходе Черных К 12 Ее могло Не быть Совсем Не быть Этой Территорией Так что Мне кажется Что распространение Слева Конечно Ход Очень Большой Но В центре Было Важнее За Черных И Думаю Что Если Черные Успели Сыграть Сами В К 12 То У Черных Был 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 Перевес Была Был Комфортная Позиция А В Партии Пришлось Здесь Выживать И Тут Интересный Вопрос Насколько Глубоко Черные Могут В этом Мое Забраться У Белых Все Супер Крепко Теперь Слабости Не Осталось Партии Черные Решили Что Хватит Им Очков И Без Вторжения Могли Подумать Над Каким Глубоким Ходом Например В А Пытаясь Максимально Отнять У Белых Центр А В Партии Атаки Решил Что Достаточно Будет Центр Уменьшить При Этом Черные Тоже Какие-то Очки Снизу Наберут Сначала Здесь Аккуратненький Ход Самый Самый Аккуратный Белые Защитились И Аккуратненький Ход Снизу Думаю Чтобы Были Активнее Здесь Способы Тут Конечно В подобных Позициях Очень важно Оценить Баланс Понять Насколько За черным Нужно Обострение Игры При желании Можно Сыграть Глубоко Попытаться Внутри Выжить Отняв У белых Весь Центр Атаки Аккуратненько Уменьшил Эту зону Видимо Понимаешь Что очков Черным Хватает Хотя На самом Деле Позиция Получается Очень близкая Так что Здесь Возможно Что за черных Имело Смысл Подумать Над глубоким Вторжением Например Таким Ну и дальше Как бы Белые Тот камень Убивали Задача Очень непростая Не знаю Что бы белые Делали Но в любом случае Защита Мою За белых Уже не вариант Так белым Точно не выиграть То есть белым Пришлось бы Искать Способы Для Убийства Черного Камня В таком Ключе Насколько Это реально Обострилась бы Конечно Позиция Непонятно Чем Эта борьба Может завершиться Но в партии Атаки На риск Не пошел Черные Просто Мою Уменьшили При этом Из белой Территории В центре Можно вычесть Очки Которые Черные Построили Снизу Тоже Кстати Немало Очков Черные Берут И дальше Партия Перешла В Йоса Группа Черных Наверху Пока еще Живая Но нужно О ней Заботиться Нужно Ходы Добавлять И такое Интересное Вторжение За черных Это у нас Тесудзи Можем так сказать Что если Белые блокируют Черные Играют Центр Ходы С этой стороны И белые Должны Как-то Отвечать Хотя Думаю Что Не было Необходимости Играть Этот Ход Можно Было Просто Сыграть Это Йоса Мне кажется Черные Должны Победить Какой-то Небольшой Перевяз Оставался У черных Но в партии Было сыграно Вторжение Тут Защищаться Белые Должны Чтобы форма У нас Не порезалась Так мы Видим Точки Мияя Два Разрезания Должны Реагировать Группа Черных Все еще Живая Но на этот Ход Атаки Хидео Неожиданно Сыграл Тенуки В результате Получили Черные Очень большие Проблемы С группой Группа Погибла И черным Пришлось Сдаваться А так Я подсчитал Думаю Эту партию Если бы Черные Защистились Сыграли бы Ход А Работал Самая простая Ход А Или Ход Б Там любыми Ходами Можно было Выжать Была бы Очень близкая Позиция По ощущениям Черные На пол очка Может быть На полтора очка Все таки Лидировали Несмотря на то Что белые Смогли закрыть Весь центр А в партии Атаки Хидео Неожиданно Сыграл Иоса Справа Ход конечно Большой Но После этого Хода Как спасать Группу Прямо сейчас Атаки Сдался Если черные Блокируют Белые Выбивают Глаза В центре У нас Форма Автомобиль Форма Неживая Здесь Тоже Не живет Давайте посмотрим Есть ли глаз Наверху Если черные Сюда Как отвечать Белым Могла Могла ли Группа Выжить Если Белые Блокируют Это у нас Сента И такой Есть хитрый Ход Ход Который Угрожает Соединения По первой Линии Не рано Атаки Сдался Давайте Разбираться В ответ На это Касуми Черные Сдались А если Бо Они Сыграли Бомбом Могла Могла ли Выжить Группа Как ее Убивать Глаз Сентр Есть Глаз Сентр Никак Не отнять На такой Ход Ничего Не меняется Это По прежнему Сента Если Белые Соединяются Черные Выстраивают Глаз Сверху А на этот Ход Пробитие Режем Казалось Бы Так Борьба Но У черных Есть Сента Ход С другой Стороны Что же Делать Как Убивать На этот Ход Черные Могут Просто Соединиться Прыжком Обезьянки Или При помощи Кентоби И то и Другое Работает Какие Есть Ответы В чем Здесь Причина Такой Ход Пробовали Такой Ход Пробовали Давайте Такой Посмотрим Дальше Это Сента И Все Тот Ж Глаз Никуда Не Пропадает Какие Еще Ответы Есть Такой Ход Черные Прилипли Белые Должны Реагировать И Глаз Черные Построили Так что Здесь Что же Здесь Произошло Почему Атаки Сдался Для меня Это Большая Загадка Когда Я тоже Первый Раз Смотрел Эту Партию Было Чувство Что Группа Погибла Но Он мог там Сыграть 70-80 Ходов И сдаться Утверждали Что Были Партии У него Где Он Задавался Имея Вполне Еще Приятную Позицию Просто Потому Что Ему Что Что Не Нравилось Что Он Видел Что Допустил Ошибку Что Он Не Достоин Победы В этой Партии Может Это Как раз Тот Случай Не Знаю Почему Черные Сдались Давайте Разбираться Вместе С вами Может Вы Найдете Способ Как же Белые Ну а Мы Наш Разбор Здесь Завершим Такая Сегодня Необычная Партия Мирно И Все Бы Дружно Здесь Жило Если Черные Нашли Этот Ход На этом Все Спасибо И до Встречи На нашем Канале До Свидания